Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 10 главу 2 Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Нины Брагинской и Анны Шмайной-Великановой. Как мы помним, 2 Маковейская книга повествует нам примерно о тех же событиях, о которых говорит и 1 Маковейская книга, то есть о восстании Иуда Маковея и его соратников, его сторонников против Антиоха Епифана и представителей Селивкидской династии, стремящихся поработить и уничтожить Израиль, а главное — уничтожить дра для израильтян, для иудеев, возможность верить в истинного Бога, соблюдать закон, соблюдать заповеди. И вот в предыдущих главах 2 Маковейской книги мы читали о том, как после подвига мучеников Господь презрел на молитвы Иуда Маковея и других израильтян и даровал им многие победы над противниками, победы, немыслимые по человеческим понятиям, именно потому что Бог сражался с ними, они смогли победить. Читали о том, каковы были последние дни жизни самого страшного гонителя Израиля, Антиоха Епифана, как он в страшных мучениях и физических, и моральных, и даже в некотором покаянии заканчивал свою земную жизнь. И вот мы продолжаем читать о том, что случилось с Иудой Маковеем, с его сторонниками. Итак, 10 глава 2 Маковейской книги. Маковей, имеется в виду Иуда, и те, кто был с ним, ведомые Господом, возвратили себе храм и город, разрушили жертвенники и капища, воздвигнутые наплеменниками на площади, и, очистив храм, соорудили другой жертвенник и зажгли камни. Взяв от них огонь, вознесли жертву после двухлетнего перерыва, совершили воскурение, зажгли светильники. В течение двух лет Иерусалим и храм находились в запустении. Жертвы не приносились в храме, богослужение не совершалось в храме. Храм был осквернен и превращен в языческое капище. Домом Зевса хотел сделать Антиох Епифан, когда-то храм Божий. И вот теперь, благодаря помощи Божьей и военному искусству Иуду Маковеем, город, то есть Иерусалим, освобожден. Они вошли вновь в этот город. Что они обнаружили? Они обнаружили множество языческих алтарей, стоящих по всем перекресткам. Они разрушили эти алтари. Они вошли в храм. Они обнаружили печальную картину оскверненного, разоренного храма. И вот, наконец, после двухлетнего перерыва, они восстановили богослужение в храме. Здесь говорится о том, что они зажгли камни и взяли от этих камней огонь. Если бы у нас был бы только этот текст, мы бы не очень понимали, о чем может речь. Но в первой Маковейской книге подробно об этом говорится, что для возобновления богослужения в храме нужен был чистый, неоскверненный огонь. И такой огонь они получили, взяв нефть из некого хранилища, где у них она хранилась. Эта нефть нагрелась на солнце и зажглась. И вот от этого огня уже зажгли ритуальные огни, которые должны были гореть в храме и светильнике. Это, с одной стороны, как бы естественный процесс, но это и чудо Божие, что Господь даровал им возможность, не нарушив никакие предписания, зажечь эти светильники. И так они совершили воскурение, зажгли светильники, хлебы предложили. Покончив с этим, они простерлись ниц и взмолились ко Господу о том, чтобы такие беды не обрушивались больше на них. А если они когда и согрешат, то пусть Он накажет их, но милостивно не предавая богохульно-варварским народам. То, что с ними случилось, они воспринимают через покаяние. Они осознают, что это наказание Божие за их грехи. Они не говорят, проклинаем тебя гонителем Теох Епифан или еще что-нибудь такое. Они говорят, нас, Господи, прости за наше прегрешение. Если мы еще согрешим, то не даруй вновь варварским народам обрушиться на нас и оскорнить Твой святой храм. Как было бы здорово, если бы мы умели подобным образом смотреть на вещи. Если бы, когда с нами происходили бы какие-то неприятности и даже беды, мы умели бы не винить всех вокруг в этом. Не роптать, а вглядеться в самих себя. Что мне поменяет в своей жизни? Что мне изменить? Как мне покаяться? Слово покаяние означает изменение ума. Как мне изменить свое умонастроение? Своё понимание жизни? Вот таким был взгляд Иуда Маковеев и его соратников. Случилось так, что очищение храма пришлось на тот же день, в который храм был осквернен иноплеменниками, на 25-й день того же месяца, а именно месяца Хаслева. И они провели веселье восемь дней, словно на празднике кущей, вспоминая о том, как незадолго до этого справляли праздник кущей, живя подобно зверям в горах в пещерах. Действительно, в течение этих двух лет они вынуждены были прятаться по пещерам, в пустыне, в горах. Мы уже читали об этом. Но вот теперь они уже не прячутся. Они в Иерусалиме, в новоосвященном храме, совершают праздник кущей. И поэтому, держа в руках тирсы, ветви с плодами, пальмовые листья, они возносили и хвалебные песни, и гимны тому, кто благоприятствовал очищению святого места. И общим решением и голосованием они предписали всему иудейскому народу ежегодно праздновать эти дни. Вот таким образом восстановлено было богослужение в храме сразу после кончины Антиоха и Епифана. И действительно, этот праздник стал одним из важнейших праздников иудейского календаря. Вот как обстояло дело с кончиной Антиоха, прозванного Епифаном. Завершает эту часть текста автор Второй Маковейской книги. То есть, он связывает эти события, потому что и то, и другое действие промысла Божия. Господь поразил гонителя Антиоха и Епифана. И тот же Бог в это же время дал Иуде Маковею победу над Иерусалимом и возможность очистить и осветить храм. Теперь расскажем о том, что происходило при Антиохе и Эвпатре, сыне того нечестивца, сжатое, загагая непрерывную череду бедствий, принесенных войнами. Вступив на царство, он поручил дела управления некому Лиссию, верховному правителю Келесирии и Финикеи. Дело в том, что Птоломей по прозвищу Макрон, первым начавший соблюдать правосудие по отношению к иудеям, поскольку им чинили несправедливости, старался решать их дела миром. Вот почему, обвиненный за это друзьями перед Эвпатром, слыша при этом на каждом шагу, как его называют предателем, за то, что он оставил Кипр, веренный ему филометрам, и пришел к Антиоху и Епифану, и признанный к тому же недостойным столь высокой должности, он отравился и ушел из жизни. А Горгий, став в этих местах правителем, держал наемников и постоянно совершал вылазки против иудеев. В то же время иудумии, владевшие важными крепостями, изводили иудеев и все время нападали на них, ведь они приняли беглецов из Иерусалима. Иерусалим очищен, храм освобожден, богослужения возобновлены, но мирная жизнь не началась. По-прежнему наследники Антиоха и Епифана, на данный момент это Антиоха и Евпатор, нападают, посылая своих военачальников на Израиль, на иудеев, все еще пытаются подчинить себе эти территории, да и соседи не дремлют и нападают также на земли израильские. Так что иуде Маковее предстоит еще много сражаться до того момента, когда независимость Израиля будет утверждена окончательно. «Тогда люди Маковее, завершив моление и призвав Бога в союзники, двинулись на крепости иудеумеев. Силы обрушились они на крепости и завладели ими. Всех, кто сражался на стенах, сбрасывали вниз, а тех, кто попадался внутри, закалывали, уничтожив таким образом не менее двадцати тысяч». Иуда Маковей сражается с соседями, с противниками. Об этом подробно говорится в первой Маковейской книге, здесь как бы только упоминается. Ему необходимо обезопасить Израиль. И действует он иногда и очень жестоко, так как это было распространено в то время. Но цель его одна — не завоевать чьи-то богатства, чьи-то земли, не напасть на кого-то и завладеть кем-то, а создать для народа Божия такие условия, чтобы народ мог мирно жить, почтить Бога, исполнять закон. Однако не меньше девяти тысяч укрылись в двух весьма сильных крепостях, где было все, чтобы выдержать осаду. Сам Маковей отправился туда, где он был нужнее, оставив Симона и Иосифа, а также Закея с ческом людей достаточно, чтобы вести осаду. Но люди Симона по коростолюбию дали некоторым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами и, получив 70 тысяч драхм, позволили некоторым ускользнуть. Ну, вот такие компромиссы заключаются с врагами, кто-то уходит, подкупив деньгами как бы сторонников Иуда Маковея. Когда Маковею донесли о происшедшем, он собрал предводителей народа и обвинил их в том, что за деньги они продали братьев, дав их врагам уйти. Тех, кто оказался предателем, он казнил и сразу захватил обе эти крепости. Силы оружия ему легко удавалось добиться всего, за что он брался. Он перебил в этих двух крепостях больше 20 тысяч человек. Вот новые, жесточайшие сражения, и опять Иуда Маковей победитель. Но Тимофей, ранее потерпевший от Иудеи в поражение, сколотил из чужеземцев весьма многочисленное войско, а также собрал немало коней из Асии, явился с намерением завоевать Иудею. Когда он подошел близко, люди Маковея посыпали голову прахом, обернулись через ховретищем для молитвы Богу. Перед жертвенником, преподая к подножью, они умоляли Бога быть милостивым к ним, враждовать их врагами и противостоять их противникам, как гласит закон. После молитвы они взяли оружие и далеко отошли от города. Приблизившись к врагам, они остановились. Новая карательная армия, и перед тем, как сразиться с этими новыми пришедшими войсками, Иуда Маковей и его сторонники молятся, посыпают голову пеплом в знак глубокого смирения перед Богом, в знак покаяния. Падают ниц перед престолом Божиим в храме, а затем не дожидаются противников за стенами Иерусалима, а выходят к ним навстречу. Едва забреживал рассвет, они двинулись друг на друга, то есть эти две армии, армия Тимофея, желающего заново поработить Израиль, и армия Иуды. Для одних не только доблесть служила залогом успеха и победы, но и убежище в Господе, тогда как другие ярость выбрали предводителем в бою. Для иудеев важен не только личный подвиг, не только храбрость, не только доблесть, а важно, что они бьются за верность Богу, за верность закону, за возможность соблюдать заповеди Божии. А для армии Тимофея только одно — ярость и желание прославиться. Когда завязалась ожесточенная битва, противникам явились с неба пять величественных мужей верхом на конях с золотыми уздечками и стали во главе иудеев. Они взяли маковей в кольцо и, закрывая своими панцирями, сохранили его неуязвимым, а в противников метали стрелы и молнии, так что ослепленные враги смешались и в панике бросились в рассыпную. Перебито было 20 500 пеших и 600 конных. Вот, в отличие от первой маковейской книги, которая строго историческая, автор второй маковейской книги рассказывает о чудесах, о знамениях. И так, возможно, символически, а возможно, действительно, какие-то были необыкновенные явления, рассказывает о том, как Бог помогал Иуде Маковее. Вот какие-то небесные всадники явились и сражались на стороне Иуда Маковея. Сам Тимофей бежал в крепость под названием Газара. Это была настоящая твердыня, во главе там стоял Харея. Четыре дня люди маковей и рьяна осаждали эту крепость, а сидевшие внутри, уверенные в неприступности этого места, громко их хулили, выкрикивали непотребные слова. На рассвете пятого дня 20 юношей из людей маковея, распаленные гневом от этих оскорблений, храбро бросились на стену и в дикой ярости стали поражать каждого, кто им попадался. И другие, тоже воспользовавшись замешательством, накинулись на бывших внутри, стали поджигать крепость и, запалив пламя, сжигали хулители живьем. Прочие принялись хламать ворота и, впустив остальное войско, владели городом. А Тимофея, укрывшегося в какой-то яме, закололи, равно, как и его брата Харею, а также Аполлофанна. Покончив с этим, они с гимнами восхвалениями благословляли Господа, оказавшего Израилю великое богодеяние и давшего им победу. Вот о таких новых победах Иуды Маковея, ведущих к полному освобождению Израиля, рассказывается в 10 главе. И обратить внимание мы должны обязательно на то, что перед каждой победой Иуда и его сторонники молятся, просят Господа о милости. И что тоже очень важно, после победы они благодарят Бога. Вот в Евангелии рассказывается о том, как Господь однажды исцелил 10 прокаженных. Прокаженные держались вместе, потому что с обычными людьми они не могли общаться в силу особой заразности этой страшной болезни. И вот Господь подошел к ним и исцелил их. И они ушли кто куда. И потом один из них вернулся поблагодарить Бога. И Господь даже сказал, не 10 ли очистились ли? Где же 9? Почему только один пришел? И вот в нашей жизни тоже часто очень так бывает, что мы о чем-то просим Бога и действительно получаем просимое. Иногда по молитвам, а иногда и совершенно даром, просто милостью Божией. Господь нам какие-то богодеяния оказывает. А умеем ли мы благодарить? Нет, очень часто забываем. В одном случае из 10 или один человек из 10. И вот тут важно вспомнить именно то, о чем здесь говорится. Что Иуда перед битвой молился Богу, а после битвы не забывал благодарить Бога. И вот это залог и будущего его успеха. Об этих новых победах мы читали в 10 главе 2 Маковейской книги, читали в переводе Брагинской и Шмайной-Великановой для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok